Музыка Побители светлые, не здешних миров, танцуют муклудо, на плете играя, и слезы текут у людей и коров, любовью горячей весь мир наполняя, там радостью высшей наполнена грудь, и сладость любви ни на что не похожа. О Кришна, всего мироздания суть, и ночью и днём в сердце бахты тревожишь. Играет гаминда, и звёзд лепестки, сверкая ночи, опускаются плавно, уносят их воды, ямуны реки, что тихо журчит, шимасударь, слава. Теперь Господь, Господу Джаганатке, непосредственно, ты смотришь на меня огромными глазами, Господь прекрасный мой, у темноликишь яму, он не начал и свет, вот Джаганатка с вами, когда же я тебе всего себя отдам? Когда увижу яму, духовными глазами, тебя, о мой Господь, у темноликишь яму, он не начал и свет, вот Джаганатка с вами, когда же я тебе всего себя отдам? Когда умоюсь я горячими слезами, когда любовь сожжёт в душе ненужный хлам, полу наликишь яму, вот Джаганатка с вами, когда же я тебе всего себя отдам? И ещё небольшое эмоциональное творение. Очарование глаз твоих меня притягивает сладко, ну как понять мне, хоть на миг, что ты есть Кришна, Джаганатка, Мурали Кришна, Камаде, Мадан Махан, Хари, Гувинда, ты жизнь и счастье юных дев, и их любить в брегов не видно. Прекрасные глупи, как цветы, и флейты, звуки льются сладко, под вамшивата, это ты, Матасаоки, Джаганатка. Одно стихотворение посвятить как бы преданным, которые сейчас готовятся к марафону, это очень важно, чтобы разнести вот этот вот нектар всем, кто в нём нуждается. Называется в храме. Там, где воспевают Кришне славу, там Ему на лотосы несёт, наблюдая детские забавы, игры Кришны сладкие, как мёд. Там лучатся преданных улыбки, радостью наполнен каждый шаг. За окошком мир темнеет зыбкий, подавляя свой невольный всклип. Солнце Кришны всем раздайте людям, по кусочку, крошке, по лучу, пусть у каждого возможным будет поскорее зажечь в душе свечу. Мир уродливый растает, словно призрак, как весной ранней сходит грязный лёд. Харе Кришна — это главный признак золотого века, что грядёт. Дорогие преданные, я написала стих, который посвятилась сегодняшнему празднику непосредственно. Адана Шарти. Для Господа готовим подношения, красивые одежды, украшения и зимние одежды приготовлены, пропитанные чистой любовью. Оденем нежно чадр и гирлянду, зимою и корону утеплить бы надо. С любовью свяжем рукавички, кофты, всё время напевая киртаны без остановки. И представляем, как прекрасен будет Кришна, вздыхая от восторга, еле слышно. О, как он лучезарен, ослепителем, а его взгляд нектарный вдохновителем. Спасибо, Кришна, что даёшь служение. И принимаешь наши подношения, позволь всегда о тебе помнить и любить. И облик лучезарный твой навеки в сердце сохранить. Ещё один хотел бы посвятить взгляду Кришны, который вот этим вот одним единственным взглядом способен изменить всю нашу судьбу. Волшебный взгляд тех глаз во всех глазах ещё. Он чуткой нежности исполненный в три доли. Лишь он способен побороть мою тоску. Из-за него готова потягаться я с судьбою. Тот взгляд исполнен мягкости. Она способна растворить души оковы. Какой бы жёсткой ни была моя судьба, тот взгляд даёт мне веру и опору. Тот взгляд исполнен той заботы, доброты, которую так тщебно я найти пытаюсь. Лишь из-за взгляда той небесной красоты в моей душе надежда и осталась. Тот взгляд принятия исполненный вовек. Зачем и что ты делаешь, ему совсем не важно. И мне не важно, я собака, розы куст или человек. С таким принятием и в бездну мне шагнуть не страшно. Тот взгляд исполнен состраданием, теплоты. Я в его чутких волнах нежности теряюсь. Под взглядом этим я преисполняюсь красоты. Без взгляда ж хоть бы капля красоты осталась. Но кто же тот, кому принадлежит сей взгляд? Чей же волшебный взгляд среди людей найти пытаюсь? Чей взгляд меня всё время тянет на себя, назад. От битых горестей моей судьбы меня спасает. То, Кришна, дорогой, я наконец-то поняла. В глазах других хочу от Бога я найти поддержку. Спасибо, Кришна, наконец-то я тебя нашла. И не в глазах других. Извечно ты живёшь моим сердечком. Кришна! Вступил праздник Аданашаштхи, когда Господу Джаганадхи предлагают новые одежды. В тот день преданные принесли до Господа новые накрахмаленные одежды. Кто какие хотел. Господь Читанье и его спутники тоже пришли на праздник. Громко и радостно звучали мриданги, мухари, раковины, дунтубки, кахалы, дхаки, догады и кады. Господь Читанье и его преданные наблюдали праздник от начала церемонии предложения одежды и почти до утра следующего дня охвачены восторгом любви Кришны. Господь Читанье был одновременно поклоняющимся и объектом поклонения. Проявив деревянный облик Господа Джаганадхи, Господь зашёл на свой трон, а проявив облик Саньяси, поклонялся самому себе. В тот день Шри Джаганадха принимал множество шёлковых одежд всех цветов. Белые, жёлтые, голубые, а также роскошные одежды, расшитые золотом и жемчугами. Счастливо облик Саньяси, поклоняющие золотом и жемчугами. После праздника господь Чейтанья Счастливый вернулся домой. Он простился со своими спутниками и удалился в свою комнату. Преданные разошлись, и только Пундарик Авидья Нитхи остался со сварупой Дамодарой. У Пундарик Авидья Нитхи закрались сомнения, и он спросил сварупу Дамодару. Друг мой, почему преданные господа Джаганадские подают ему на крахмаленные одежды? Послушай, я объясню. В местных традициях нет изъянов. Хорошо. Господь Джаганадский может делать все, что захочет. Спору нет. Но могут и преданные господа делать все, что им заблагорассудится, подражая ему. Ведь даже прикоснувшись на крахмаленом одеждах следует вымыть руки. Почему разумные люди не следуют этим обычным? И даже люди царского двора предлагают господу на крахмаленные одежды. Брат, позволь, я объясню. Знатокам смрити и шрути не всегда понятен этот праздник. Верховный Господь не сшел в этот мир, как Господь Джаганадха. И для Него не существует никаких ни правил, ни ограничений. Он превыше любых запретов. О, Братман, Господь Джаганадха, воистину Всевышняя Личность Бога, Он может пренебрегать любыми запретами. Но Он зашел в этот мир. И Он не является оскорбителем. Что бы Он ни делал, Он, Всевышняя Личность Бога, Царящая в Джаганадхабури. Джаи Джаганад! Джаи Джаганад! Беседуя, друзья прогуливались по дороге. Улыбки исходили с их уст. Взявшись за руки, они смеялись над самой мыслью о том, что слуги Господа Джаганадхи могли ошибиться. Они верили в могущество и славу Господних слуг, и знали, как горячо Господь Кришна любит их. Иногда Господь вводит их в заблуждение, а потом Сам же милостиво рассеивает их. И точно так же Господь запутал и Бундарику и Дианидхи, чтобы потом чудесным образом избавить ее от сомнений. Друзья попрощались и легли спать. Господь Читаль знал все. Он и Господь Нитянамда в облике Господа Джаганадхи и Господа Баладэвы пришли к Пундарике и Дианидхе во сне. Кришна, спаси! За что ты бьешь меня так нищадно? Нет числа твоим оскорблениям! Ты ничего не знаешь о моих преданных и обо мне. Хотя и прибыл сюда. Зачем тебе, аристократу, оставаться здесь? Ты так дорожишь своей высокой кастой, так лучше тебе убираться туда, отсюда ты пришел. Ты нашел ошибку на моем празднике! Почитая меня, как Верховного Господа, ты осуждаешь моих же слуг. Ты узрел ошибку в том, что мне предлагали на крахмаленной одежде? Не просыпаясь, Пундарика уже снулся. Возложи стопы Господа себе на голову. Он плакал. Господи! Прости этого грешника! Я оскорбитель! Воистину оскорбитель! Ты наказал этот род, который поносил твоих слуг, лично отхлестав меня. Ты мой слуга, и я добр к тебе. Поэтому я тебя наказываю. Оба Господа с любовью посмотрели на Пундарико, ведь я нитхи, после чего вернулись к себе в храм. Как только видение исчезло, Пундарика осмотрел свои щеки, отмеченные ударами Господа. Мне повезло! Не сказано повезло! Я совершил оскорбление, и Господь собственноручно наказал меня. Узрите же славу, Пундарико, ведь я нитхи, милость Верховного Господа к его слугам бесконечна. Редко кому является он во сне, милость его наказывая за оскорбление. Обычно Пундарика ежедневно посещал сварупу Дамодару. Сегодня он так же направился к своему другу сварупе. Ему не терпелось обо всем рассказать. Пундарика, сварупа, где же ты был сегодня утром? Мне не терпится рассказать тебе кое-что. Послушай, расскажи лучше, откуда у тебя эти пощечины. Помнишь, я вчера был в сомнении по поводу того, что слуги Господа подают ему на крахмаленые одежды. И мои щеки горели от гнева. Теперь ты видишь последствия этого гнева. Во сне ко мне пришел Господь Джагнатха и Господь Баларан. Они без устали стали хлистать меня по щекам, приговаривая, как тебе не нравится, какие одежды подают мне мои слуги. И этим оказывая мне великую милость. Они своими перстнями били меня по щекам. Мне больше нечего сказать. С этого дня мои щеки удостоились славы. Джай Джаганат! Джай Джаганат! Джай Джаганат! И всякий, кто услышит о славных деяниях пундарики Ведьянитхи, обретет лотосные стопы Господа Кришны! Шри Джаганат! Шри Джаганат! Шри Баладева Шисупадра Майки! Да! Шри Ширини Тайга Урачандра! Кир! Шри Лапрабхупада! Кир! Шри Неваданашашский Макамапоссова! Кир! Джаганат! Шри Неваданашашский Макамапсов! Шри Неваданашашский Макамапсов! Киркоград Макамапс передач? Субтитры создавал DimaTorzok